На протяжении месяца участники конкурса современных информационных технологий сдавали свои творческие работы в оргкомитет. Было принято более 30 авторских разработок в нескольких номинациях. Это компьютерная графика и дизайн, презентации, мультимизийный альбом, фильм, программное обеспечение. Все проекты, согласно положению, конкурсанты посвятили родному городу. Здесь они рассказывали о любимых уголках Кузнецка, талантливых земляках, молодежных движениях, демонстрировали авторские программы, которые уже внедрены на предприятиях и в организациях города, уделяли большое внимание патриотическому воспитанию. Данный конкурс современной информационной технологии проводится с целью привлечения молодежи к творческой и исследовательской работе. Этот конкурс проводится у нас впервые под эгидой нашего института и отдела молодежи. Работа всего было представлено около 30. Первый отборочный тур прошло только 22 работы. Члены жюри конкурса отметили качественное выполнение многих проектов. Это интерактивная система разработки мультимедийных учебников, позволяющих применять ее в школу города, автоматизированное рабочее место статистики сотрудника медицинского учреждения, которое на данный момент уже действует в Кузнецкой городской больнице. Мне более понравилась она тема, она ближе ко мне, и мне заинтересовалась историческими уголками нашего города. Работа Ирины Лобановой «Зажгите свечи» не удостоилась наград и почетных мест на конкурсе, но тронула за душу всех участников этого мероприятия. Фрагмент кропотливой работы студентки Киута мы предлагаем вашему вниманию. Война завершалась, победа так близко, никто не хотел умирать. Судьба вас вписала в гранит обелиска. Покойся, солдатская рать, вы кровью своей умывали землицу, свой подвиг свершая большой. Уставшие, добрые, милые лица с бессмертной великой душой. Пусть ценности ныне другие в почете, другая культура и быт, но память о прошлом должна быть в зачете, не должен никто быть забыт. Читал молитву слабый голос в тишине, под сводами и куполами храма, и сына воспитав отдать войне. Так не хотела, не хотела, мама. Так не хотела, не хотела, мама. И вот теперь молитва в тишине. В огнях свечей лилась молитва в тишину. Всех, кто любил и знал сегодня вместе, Он так же, как и ты, играл в войну. И жил в подъездном и беспечном детстве, И в этом мире всем хватало места, И не делили на куски страну. Зажгите свечи, и пусть молчат колокола. Зажгите свечи, остановите ход часов. Зажгите свечи, день, когда в мире столько зла, Что даже Бог закрыл от нас лицо. Зажгите свечи, когда хоронит сына мать. Зажгите свечи, когда за окнами война. Когда мы все сошли с ума, Но Бог еще не бросил нас. Зажгите свечи. Именно эта тема выбиралась мы по двум критериям. Первое, это то, что у меня прабабушка была участником Великой Отечественной войны. К сожалению, на данный момент она умерла. И это было толчком к созданию данной работы. А второе, то, что сейчас все-таки, Я не имею права обобщать, Но молодежи как-то более, Ну как, менее, наоборот, Выражается почтение к павшим именно в боях. В результате призовые места распределились следующим образом. В номинации «Компьютерная графика и дизайн» С коллажем о патриотическом воспитании студентов Лучшим стал студент Кузнецкого электронного колледжа Алексей Кондрашин. Еще один студент электронного Павел Овчинников Первое место получил за презентацию, Посвященную патриотическому воспитанию. Достойную работу, говорящую о победе в Великой Отечественной войне, Предоставила группа студентов КИУД. Победителем в номинации Авторское программное обеспечение С продуктом для обработки изображений Стали Андрей Крамысов и Борис Шамаев, Студенты КИУД.